Собор Успения Только столетий назад невооруженным глазом видны земляные валы, тот самый городок. Они, как и храм, появились здесь благодаря стараниям Юрия Звенегородского, второго сына Дмитрия Донского. Храм был построен Звенегородским князем Юрием Дмитриевичем. Точных данных о его постройке мы не имеем, летописи об этом молчат. Но о том, что князь строил храм, свидетельствует наличие в храме в Южной алтарной апсиде до 1800 года Георгиевского предела. То есть этот предел был явно посвящен небесному покровителю князя Юрия Георгию Педоносцу. В годы безбожия храм использовался не по назначению, не долго. Собор закрыли для верующих в 1932 году и вновь открыли в 1946. С 1946 года собор является единственным действующим храмом на территории Звенигорода и вообще в окрестностях. И это говорит о том, что он стал благодаря этому серьезным таким древлехранилищем Звенигородской земли. В нем сохранился иконостас 17 века и множество икон, которые жители города приносили после открытия храма. Скромное убранство и удаленность от жилых территорий помогли сохранить Успенский собор до наших дней. В 2009 году на деньги собранной общины началась реставрация храма. В ходе кропотливых работ специалистам предстояло воссоздать исторический облик здания, которое, как оказалось, хранит немало тайн. Раскрыть их предстояло архитекторам, археологам и полеографам. В 2009 году реставрация началась с того, что были очищены фасады собора от различных цементных штукатурок, которые очень вредят белокаменному собору подсосом влаги. Был расчищен великолепный белокаменный пояс собора, памятник резьбы 14 века. С 2015 года реставрационные работы под руководством ведущего архитектора Георгия Евдокимова начались внутри Успенского собора. Специалисты восстановили первоначальный облик подпружных арок и окна, укрепили стены строения. В ходе работ в 2015-2016 годах на крыше собора архитектор Евдокимов нашел остатки позакомарного покрытия собора и сделал предположение об их первоначальном облике, доказав это метод Совету и научной общественности. И поэтому было принято решение о восстановлении позакомарного покрытия. Время потребовалось не только на восстановление позакомарного покрытия, но и на внесение изменений в проект и дальнейшие их согласования. Итого, два года простоя. К слову, реставрация на работе храма не сказалась. Сюда приезжают прихожане из разных уголков Подмосковья и столицы. У нас не прекращалось ни на одну минуту богослужения. При всех реставрационных работах, проходившихся внутри, стояли леса, над головой в алтаре были доски, но продолжали служить. В этом году на ход реставрации Успенского собора повлияла пандемия. Она помешала мастерам-белокаменщикам добраться до звенигорода. К работам они приступят в ближайшее время. На восстановление закомар им потребуется три года. В ближайшей перспективе – возвращение на купол креста. Крест очень ценный, очень интересный. Сейчас восхищаются реставраторы его качеством. И в ближайшее время будет позолочен и возвращен в сентябре-октябре этого года на купол собора, который тоже будет претерпеть реставрационные работы. Алтарные столбы собора украшают фрески, выполненные, вероятно, Андреем Рублевым. Такое предположение сделал известный реставратор Игорь Грабарь в ходе реставрационных работ в 1918 году. До наших дней они сохранились по счастливой случайности. На них изображены вверху в медальонах мученики Флора Лавр, триумфальные кресты ниже в центральной части и такие парные композиции «Явление ангела по Хоми Великому» на северном столбе и на южном беседы царевича Ясафа с преподаватом Варламом. Современные исследования показали, возможно, Грабарь ошибался и фрески принадлежат кисти другого иконописца Симеона Черного. Пока полюбоваться памятником архитектуры конца 14 века мешают леса. А вот увидеть древнейшие образцы монументальной живописи можно без каких-либо ограничений.